На этой неделе в Якутии прошел второй международный эпический форум эпосы народов мира. Участники форума это ученые, деятели культуры и образования из многих зарубежных стран и субъектов России. Они обсудили проблемы и перспективы сохранения эпического наследия на пленарном заседании, круглых столах, обменялись опытом и вдохновились новыми идеями. В работе форума приняла участие и генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. К слову, Якутию она посетила впервые. С главой республики Егором Борисовым Бокова обсудила новые горизонты сотрудничества между ЮНЕСКО и Якутией. Какие проекты предлагает Якутия и какие точно получат поддержку, узнала Юлия Михайлова. Духовные и культурные традиции любого народа бережно передавались сотни лет от поколения к поколению благодаря сказителям. Один из них приехал на форум из Бурятии. Это желудочно-народное творчество. Теряется потихоньку. Но носители тоже исчезают. Язык. Если потеряешь, все, тю-тю. У Легеры основной жанр устно-поэтического творчества бурят. В них воспеваются подвиги древних богатырей. Якутский эпос «Олонхо» сегодня можно встретить не только в печатном виде. Герои эпоса ожили в мультипликации, стали сюжетами компьютерных игр, хореографических композиций и театральных постановок. С 2005 года, с момента включения эпоса в список шедевров нематериального культурного наследия человечества, выросло целое поколение аланхосутов. Чтобы не утратить такие виды устного песенного народного творчества, в российских регионах хотят создать систему сохранения своего культурного наследия, как в Якутии. И наш регион по праву может стать центром эпического наследия евразийских народов. А зачем это надо? Спрашиваю. А затем, чтобы, когда идет сложнейший процесс глобализации, и она приводит к унификации не только нашей жизни такой, а еще приводит к унификации культуры, утраты культуры, разнообразия культуры. И в этом смысле, особенно небольшие народы, они могут тратить самые главные основы своего духовного, духовной опоры, например, вепостей. Кропотливая работа якутян по бережному отношению к культурным традициям своего народа высоко оценена почетной гостьей форума. Сегодня господин президент поделился со мной очень, я бы сказала, хорошей, позитивной амбиции. Сказать может сделать что-то больше, выйти за границей Якутии, выйти на мировой уровень и создать Патегида ЮНЕСКУ центр, центр эпуса. Я надеюсь, что я не открываю какой-то секрет здесь, делиться с людьми, с народом Сахая-Куть. Это ваша инициатива, господин президент. Я хотела поздравить вас за эту инициативу, поддержать эту инициативу. Поддержка ЮНЕСКУ в создании такого объекта означает, что финансирование его строительства будет вестись и на средства федерального бюджета. Между тем, сотрудничество ЮНЕСКУ с Якутией насчитывает более чем 25-летнюю историю. Под патронатом ЮНЕСКУ в республике реализуется 16 международных проектов. Среди новых инициатив два создаваемых природных парка. Здесь идет охрана окружающей среды. Для нас это проблема не только оригинальная, не только общепосудовство на российской, это проблема международная. Потому что на планете Земля, по сути, остались две территории, которые не тронуты человеком. Это бассейн реки Амазонка и, соответственно, северо-восток Азии, в основном территория, которая охватывает Якутия. Все остальные территории в мире, на планете, она уже осваивается и освоена человеком. И, соответственно, для будущего планеты, для будущего, как говорится, самого человечества, это прежде всего, конечно, охрана тех территорий, которые остались сегодня не тронуты. Первый проект – это создание геопарка на территории Хангаласского, Алданского, Алёпинского улуса. Есть очень перспективные места, которые тоже могут получить признание мировой общественности. Ну и второй перспективный план – это создание национального парка «Каталык» в Аллайховском улусе, где гнездится 98% популяции Белого Стерха. И данный проект тоже имеет очень большие перспективы получить признание всего человечества. В самом ближайшем будущем планируется реализация 16 новых проектов. Вот мы хотим, чтобы в дальнейшем с ЮНЕСКО работать по включению в перечень ЮНЕСКО, «Хамус» нашей ворганной музыки, и второе – это наш «Асохай» – «Круговой танец» и в перечень книг «Историческая память». Это Международная арктическая школа по инициативе главы республики Егора Фанасьевича Борисова, как наша республика должна системой образования интегрироваться в мировое образовательное пространство и в то же время сохранить то, что у нас есть, заложено, начиная от традиционных знаний, кончая нашими этнокультурными, национальными, оригинальными особенностями. А также вот этот проект «Юные якутяне», который продвигается сегодня на уровень рассмотрения ЮНЕСКО при поддержке общественной организации «Матери России». Прошедшие встречи руководителей республики и авторитетной международной организации в рамках форума дали старт новым горизонтам сотрудничества в области культуры, образования и науки. Юлия Михайлова, Владимир Павлов, Якутия, день за днём, Хангаловский район, Якутск.